В нашей сессии я рад приветствовать наших уважаемых спикеров. Я рад приветствовать вас. Сначала немножко о себе, потому что я, наверное, говорить буду много. Вот я сегодня просто покажу. Я представляю ассоциацию цифровой транспортной логистики, о которой ряд наших спикеров хорошо знают. Организация нашей ассоциации зарегистрирована буквально несколько дней назад, две недели назад. Я думаю, что в ближайшее время начнёт свою работу. Всех приглашаем к сотрудничеству. Я не буду о ней долго курить, потом больше выделим темы нашего ступления. Что я хотел сказать вначале, пользуясь правом своего как модератора. Первое, у меня для вас как бы две новости. Одна нейтральная, вторая хорошая. Начну с нейтрального. Наступление, то, что называется цифровой экономикой, неизбежно. Но никто не знает, что там будет. Попытки выяснить, у кого-то узнать, у философов, у политиков, у экономистов, у учёных, у разработчиков, что же нас ждёт впереди, заканчивается, к правилам, ничем. И это интересно на самом деле. Хотя, конечно, пугает, но интересно. Это новость нейтральная. Вторая новость связана с тем, что цифровая экономика неизбежна, но разные отрасли, так же, как и разные страны, будут входить в неё в разное время и с разными темпами. Так вот, хорошая новость в том, что транспорт, на мой взгляд, я думаю, сегодня наши спикеры это подтвердят, будет той отраслью, которая будет входить в цифровую экономику одной из первых. Ну, первая уже важна, это сам найти. Вот транспорт будет в числе первых. Почему я так думаю? Потому что, на мой взгляд, технологически уже очень многие вещи готовы. В первую очередь, готовы и доступны по цене навигационные технологии, которые обеспечивают информацию о том, где находится объект или субъект, который участвует в транспортной операции. Вторая, технологии мобильной связи, они тоже доступны, понятны. Они обеспечивают передачу этой информации и необходимых управляющих воздействий уже к объектам или субъектам транспортных операций. Вот это первое. А второе, это то, что в транспорте, в транспортных операциях экономические эффекты, потребительская ценность, вот использование цифровых технологий довольно просто считается. Если мы что-то используем, вот нас мы перевозим быстрее, сокращаем издержки, все очень понятно. Вот, с этой точки зрения цифровые технологии, вот, как я говорю, на транспорте будут внедряться, на мой взгляд, в первые. Теперь о том, как будет проходить наше, вот, круглый стул. Во-первых, он будет продолжаться полтора часа, у нас шесть спикеров. Формат будет такой. На первом этапе каждый спикер, я буду представлять по мере выступления, получит шесть-семь минут для того, чтобы высказать свое мнение, вот, по кругу обсуждаемых вопросов, возможность подтвердить это какими-то там слайдами, цифрами. Вот, после каждого выступления присутствующий в зале, ну или я, да, смогут задать один-два вопроса, на которые спикеры ответят. После этого мы обсудим два, на мой взгляд, актуальных вопроса, вот, именно, связанных с цифровизацией сфер-транспорта и логистики. Да, а в конце завершения, каждый из спикеров получит еще минуту для подведения собственных субъективных итогов нашего обсуждения. Сегодня мы собрали, на мой взгляд, уникальных спикеров, потому что они представляют весь спектр участников. Здесь и представители государства, здесь и крупнейшая российская транспортная компания, здесь и разработчики решений, да, есть предпредставляющие и Россию, и не Россию, да, здесь производители, крупнейшие производители, вот, нашего грузового автотранспорта. Поэтому в результате, вот, я надеюсь, что до этого нашего обсуждения, вот, взгляд на проблему с самых разных сторон, как бы, с каждого бэкграунда, да, позволит нам рассмотреть этот вопрос очень объемно. Первым я бы хотел предоставить слово представителю нашей крупнейшей транспортной компанией РЖД, Евгению Чаркину, перед которым, на мой взгляд, да, на мой взгляд, я, конечно, даже не могу себе представить, какой слов с этим решается, потому что это масштабы всей страны. Это грузовые пассажирские переубуски, это априори мультимодальность, это трансграничность, да, это инфраструктура, это решение, это сервисы. То есть все, что можно здесь представить, вот, находится в зоне ответственности нашего спикера. Поэтому вам слово иду. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. О, представьте, есть. Прекрасно. Да, да, спасибо. Отлично. Выставлю. Следующий человек поставьте. Ну, на самом деле, я полностью поддержил фразу нашего уважаемого модератора, что уже очень много сделано, и, в принципе, мы начали заниматься футболизацией, и сейчас это называется «Эй-платформа», но когда мы это начинали, уже это называлось немножко по-другому. Поэтому я сейчас стремляю с очень большой уверенностью смотрю в будущем в этом плане, потому что мы уже сделали очень много. И с точки зрения обсуждения материнатики, есть в любом направлении нашей стратегии «Эй-платформация», которую мы сейчас защитили направление и вынесли на сайт директоров. Это то, что касается грузовых перевозок, и то, что касается пассажирских перевозок. Ключевые вызовы, ключевые драйверы наших изменений, они все вполне понятны. Первое – это то, что, несмотря на то, что я являюсь монополией, но с одной стороны. С другой стороны, мы работаем на конкурентном рынке, и мы хотим сделать так, чтобы и пассажир, и грузопроект приходил к нам. Что это означает? Означает, что клиент должен быть удобным, должно быть недорого, должно быть быстрым, недорого и качественным. Вот именно с этой точки зрения мы расстраиваем платформы в рамках ценовой трансформации. Принципы, платформенность очень просты. У нас у каждого есть телефон, ну какой-то телефон есть, Apple, наверное, да? Вот мы заходим в телефон Apple, есть платформа, на которой принадлежит компания Apple, и при этом любой партнер, любой разработчик может сделать на базе платформы сервис, который доступен к клиенту. Мы ровно так же и ступаем с нашими платформами. Мы создаем платформу газовой перевозки, которая принадлежит RGD, но при этом мы даем открытый интерфейс партнерам на рынке, с помощью которого они могут сделать сервисы, которые к этой платформе будут доступны клиенту. Вот принцип очень простой. Начали мы с создания электронной торговой площадки газовой перевозки, которую мы запустили, что, наверное, два года назад. И сейчас уже только 4 тысяч клиентов на ней работают, и 28 операторов подвижного состава зарегистрированы. И для нас это является таким некомым проектом построения мультимодальной платформы перевозок. В этом году подключим мультимодальность, то есть возможность клиенту заказать запасную перевозку с использованием автомобильного транспорта. Мы с помощью технологии облучения, еще один интересный проект, мы связываем дорогу порт нашего клиента и подключаем весь спектр банковых услуг. Это терминальный спорской комплекс, это не транспорт, это не финансовые услуги, где будут подключены факторы по финансированию и так далее. И как раз это делается на принципу построения платформы. То есть мы сами здесь все эти услуги не оказываем, но мы привлекаем в нашу экосистему, в наших партнеров. Это то, что мы делаем с точки зрения платформы заводоперевозок. Здесь важно отметить ту деятельность, с которой мы пойдем совместно с Чукин, аккуратностный транспорт, создание у нас в мизинских целей. Для того, чтобы все-таки качественно работало, нужна основа. Нужна именно как раз цифровая инфраструктура. То есть это вещи, которые связаны с электронным документом, оборудованием, вещи, которые связаны с электронными пломбами, электронными датчиками. То есть сделать все, чтобы вся информация по прохождению и гроза нормовая доступа на режиме онлайн, и чтобы клиент не терял время на прохождении всевозможных пунктов установки, разграничные приходы, таможни и т.д. Плюс будет обеспечена связь с системами ФНС и ОТС, опять же, и вся информация же онлайн, включая дипломы, и соответственно, все налоговые вещи, чтобы это делалось в итоге. Вот концепт того, что мы делаем. Здесь я вижу еще большую роль той ассоциации цифровой транспорт-логистики, которая прозвучала. Поскольку здесь только совместные усилия, мы можем дать кумулятивный эффект для ОТС, а эффект очень понятен. Сейчас организмный доход Российской Федерации 15 млрд кудового, но мы видим, что он может быть в разы выше. То есть сейчас уже это сравнимо с экспортом вооружений, но точно совершенно совместно мы можем дать гораздо больше эффекта для страны. Ровно то же самое мы делаем по пассажирским вещам. Мы строим цифровую платформу, как название инновационной мобильности, которая даст пассажиру возможность мультимодальности, возможность приобрести все дополнительные сервисы, какими-то изменивый контент, туризм. В общем, сделать так, чтобы он попал всех в поиск, он попал в привычную среду для себя и тем самым ставить для нашего клиента, так сказать, первую опцию, что он выбирал поиск. Вот коротко то, что мы делаем с точки зрения цифровизации ООН. Спасибо большое, Евгений. Вопросы? Тогда у меня будет вопрос. Вопрос он следующий. Все говорят о создании сервисных экосистем, но не всем это удается делать, потому что должно быть, во-первых, сразу много потребителей, чтобы компании сервисными были заинтересованы работать через эту платформу. Это раз. Вот такая талина смерти надо пройти. А второе условие работы на этой платформе. То есть, ну, доступ, действительно, равный доступ к информации, которая есть. Вот это первое. Второе, более-менее разумное роялти за получение, да, там, известно, что Google берет 20%, Apple 30%, да, и Uber 30% берет, да. То есть, вот здесь, на что вы рассчитываете, как вы собираетесь вот этих сервисных, сервисных компаний все-таки к себе привлекать? Какой для них премик предпочено? Ну, опять начнем с принципа создания этих платформ. Мы здесь, видите, принципы заложены в паспорт, вот, кем он брать, у нас по логистике. Мы смотрим на партнерскую модель, то есть, мы не хотим ориентироваться, в чисто виде, на государственные плюс деньги, мы не хотим, честно говоря, ориентироваться на государственные плюс деньги, РЖД, мы хотим сделать комбинированную модель привлечения государственных средств на государственные и соответственные вещи, то есть, это индивидуационные вещи, это разработана нормативная база, стандарты и так далее, в общем, прямую заниматься в МСС и транспорте, и при этом максимально привлекать финансовых и технологических партнеров для того, чтобы иния частных инвестиций также были использованы при создании этих платформ. С точки зрения привлечения клиентов, здесь мы идем на максимальное, скажем так, бесплатное вхождение в работу с нашими платформами. Вот сейчас было объявлено, что мы снижаем практически до нуля ставку работы на электронные торговые площадки для операторов для того, чтобы их привлечь. То есть, в нашей стратегии мы рассчитываем, что монетизироваться мы должны за счет продажи дополнительных сервисов для клиентов и за счет объемов. Вот на этом мы можем, как мы считаем, получить в целом когулятивный эффект. При этом нет задачи сделать платформу мега финансово прибыльный и жизнь за счет клиентов. Нет, мы рассматриваем это как часть общей работы к олдингу, и мы считаем, что если мы сможем привлечь клиента и дать ему максимальное количество дополнительных сервисов бесплатно, мы тем самым повысим общую продвигательность работы к олдингу в целом. Поэтому мы вот с этой точки зрения смотрим. Не как отдельную платформу, или там, что цифровизация должна быть выносить отдельный день. Нет, мы смотрим на то, что цифровизация – это большой рычаг в повышении нашей общей регулированной способности. Поэтому мы, как и сказал с оператором, как и братом сказал, мы уже второй год ведем постепенную работу по убиранию, взломанию платы за предоставление информации о нахождении груза, о генетической информации, то есть мы считаем, что это себя освобождение к ленту комплиментарно. Я с вами согласен, что эта модель выглядит увеличением привлекательности собственного продукта, основного, за счет того, что он обволакивает с огромным количеством ценных для потребителя сервисов. Ну, а, да, 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 пардон, хорошо. Тогда мы перейдем к следующему спикеру. И я бы хотел сказать, что вот у этого спикера, который представляет Минтранс, Евгения Ткаченко, на мой взгляд, самая сложная задача. Вот, потому что он находится, мы все понимаем, что, ну, на мой взгляд даже, да, не могу, не все понимают, но я так вот, в принципе, из опыта своего знания, что не так сложно создать технологию решения, как сложно написать под это регулируем. Это, на мой взгляд, самая сложная задача. Это первое. И второе, конечно, с наших фаилов, Минтранс вот в данной ситуации требует все, да, требует все, требует, вот мы слышим, президент требует уже показывать результаты, то, что называется цифровизация, требует бизнес, а где требуют потребители, все требуют, а Минтранс у нас один. Вот, поэтому вот, Евгению, расскажите, как вот вы из этой ситуации, как вы смотрите вообще на эту ситуацию, как вы ее видите, и как вы все эти трудности преодолевались? Мы смотрим, Минтранс с оптимизмом, на этот вызов, вызов глобальной отвордиции, друзья, значит, надо его, как мы правильно понимаем, нормальность возглавлять. Минтранс, как всегда, работают двумя главными проблемами России, чтобы у нас был адекватный менеджмент и хорошие дороги во всех смыслах. Вот, а вопрос на в чем? Вы говорите, значит, сложно. Да. А прецеденты были? Ответ такой же, да. Я уже давал несколько таких похожих аналогий. Вот наши с вами предки, вначале, сто лет назад, чем начали заниматься. Как раз грабленной Первой мировой войной и разоренной еще и гражданской войной, да еще плюс испанка, которая говорила, столько и столько военной людей, чем занимались ГРО, чем занимались железными дорогами, в первую очередь. Зачем? Это каркас будущего. Они считают, что даже в тех условиях этим надо заниматься. Почему? Много технологическая платформа. Сейчас цифровая. И в отличие от других, условно говоря, стоматных вещей, которые быстро-быстро проходят. Я вам только несколько слов скажу. Большие данные. Получшие вычисления. Монотехнологии. Мы должны найти место в своей жизни, в экономике, но нового существа, которое приходит в нашу жизнь. И что они проходят? Сейчас я вам просто. А мы что видим? Одитивные технологии. Новые технологии связи. А транспорт с ними находится в проговоре. Ну вот давайте подумаем. Если будет какой-то фантастический работ на одитивных технологиях, и условно говоря, в каждом, каждый склад будет производить у себя все, что будут заказывать потребители. Возить надо? Ну, разве что сырью. И то на кайпе. Ну, если есть... Людей. Людей. Что? Людей надо будет возить. Все равно люди, то есть там. Хорошо. Людей. Хотя тоже людей, скроме, сейчас, в интернете сейчас. Кроме. Согласен. Людей возить нужно, как у нас говорят, это исключительно ценные мусы, с условием, чтобы перевозить. Если необходимости гарантированного времени доставка. Ну, это так. Я думаю, о сверхскоростные линии связи, которые нам сейчас рекомендуют, как счастливое будущее. Ну, будет как обычно. Вот радио есть осчастливие. Во многих случаях это снизит потребность в транспорте в текущем виде. Но требовать будут новые транспортные инфраструктуры. Смотрите, переходим на высокоскоростные сообщения. Мы переходим к мультимодалям, ну, то есть, когда много видов привозки бесшонно интегрированы. Можем ли мы это выполнить в нужные сроки службы качества на прежних технологиях? Да нет, конечно. Поэтому в свое время была электрификация, а сейчас будет цифрализация. Чего она может сделать? Самое ключевое – вовлечь информационную систему, обладающую свойствами самоотчета. Ну, то есть, искусственного интеллекта. Это более широкое определение. Потому что мы говорим, а кто будет клиентом? Так в будущем, чем дальше, тем больше доля клиентов, не людей, заказывающих перевозок, будет расти. Ваш заказ в интернет-магазин может сделать, как я уже шучу, ваш холодильник или ваш телевизор, с запчасти или еще что-нибудь заказать. Это вам привезет какой-нибудь беспилотный трон, это такая фантастическая картина будущего. Вы даже подозревать не будете, что это все уже без вас там привезено, сделано установлено. Это, ну, по-тогому, анатопрактически мы говорим о том, что эти технологии сейчас, а именно вовлечения, скажем так, систем, которые становятся хозяйствующим субъектом информационных систем, требует нормативно реабилитирование. Это правда. Почему? Потому что в наших взаимодействиях важен вопрос ответственности к гражданству и безопасности, все-таки, аквационально-черклеческо-экологическому информационному. Вот, согласен, что искусственный интеллект на автомобиле, ну, на саморазе, может водить лучше начинающего водителя, который пытается в знаках, в педалях, там, в поворотниках, но вся полнота ответственности на этом водителе, даже слова обучены, недостаточно адекватны. Искусственный интеллект, мы все время, вот, замечательный, но ответственности никакой не несет. А это недопустимо в наших условиях. Ну, среди людей это должно быть четко отрегулировано. Вот первая задача реабилитуре. Вторая задача реабилитуре – стандартные. Стандартные форматы протокола, правила. О чем я говорю? Вот мы, что говорили, мы, наверное, коллеги из ГЖД, мы, конечно, полностью поддерживаем. И даже, может быть, смотрим немножечко со стороны, а что нужно им еще отрегулировать? Тут они переходят на мультимодал. А электронно-транспортная обладает на автомобиле в транспорте. Насколько она в степени готовности, как их замечательный железнодорожный тран, который работает уже в 2015 году. Это недостаточное количество стран, чтобы организовать единую мультимодальное пространство. Вот этот недостаток регуляторики. А что такое электронный грузосопроводительный документ? Хотя бы на автомобиле в транспорте он должен совместить по стандартам, по форме, по порядку обращения. Это не регуляторика и технология, это совместно. Третье направление, которое мы говорим, требует именно регуляторики, а не о них технологии. Это информационный суверенитет. Это вот то, что вот инвариант, терзор, в любых наших преобразованиях, цифровых и так далее. В чем вопрос? Если мы надеемся на вот только экономике, где окажутся все наши электронные грузосопроводительные документы в результате, во время оформления, после оформления? Там, где ярко выходит экономический текущий момент, оперативно выгодный. Ну, там у кого самые крупные фермы по обработке, там их, центры по обработке, там их. Это не обязательно у нас. У меня осталось полминутки, чтобы закончить. Это вот я расскажу, что мы должны в своей регуляторе принять меры, чтобы переход к цифре привел не к размыванию, а к приклеиванию суверенитета в нашей стране. И это я вам обсуждаю. Спасибо. Спасибо.